Так получается, бердо с ручкой, да? Ну, и основывали такие, сюда нитки заложивались, а тут уже, вот так, раз назад, да, заложить другую нитку сюда, да и снова вверх, да прибьет, да, вот, ткалые, это поясы. А с каких ниток? Зеленых докрасили, а что то, где не было, как уже потом, уже после войны, уже, вот, это я говорю, что купляют уже в катушках, а то, где лен прали, доткали, докрасили. А чем красили? Краски были такие специально, докупляли. А, купляли краски. Ну, как считай, лен же это хлопок, ну, не хлопок, а леная, ну, как она по-русски называется, праша, леная. Самые же брали, самые, и это лен выделывали, сияли и выделывали это лен. А это лены на основу и на уток? Основа и уток. А это бердо для крошин уже, да? Вот это станка тоже не принесу, он больший. Ага. А бердо, вот это, называлися бердо. Ага. Вот это на, на эти, покрывала широкое, вот такие. Ага. А это уже уже еще есть. Ага. Так то полотно, чисто леное. Так это из проволоки. О, это, это крепкие. А это ж, видите, такую трость робили. Самые люди. Угу. Вручную. И, и, и вот это, на эти, покрывала ширдви. А вот такие вот. А вот это вот, кто вам робил это бердо? Кто робил? Кто робил? Может и папа? Милые все? Вот такие. И вот такие. А специально они уже ж называли, со сколько тут треба по, по тридцать, да одне пасмо казали, второе, две, третье, девятое, по три штуки, да сколько тут нас читати. Так обзнали уже сновати сколько пасом. Это, это клопотная работа була, эти ткати. Мы уже, ой, уже и дети были у меня, и в школу ходили, то же с сеструю ткали. Вот это, это основа с катушок була, а да накидати, ой, долго ж рассказывать, это как было, да сфотографировать, да накидати надо сюда. У каждую отсюда такий крючок деревянный, и в каждую эту щельку треба по паре ниток кидати. Наложити, а потом навыти, а потом уже по ножи, да ступати на них, да чоти два по ножи. А вот эти вот цветы, вот эти круги по верху, она же на второй стороне не такая, так пальцами заложили. Наступишь на по ножи, а оно выйдет, а уже узора смотришь, считаешь от так, как я ровно сильно, вот это я вышивала вот эти рамки, все эти картинки крестом. Так надо считать было, да и снимать узора, сколько там вот этих клеток, да познимать, да и собишь заложить, так как вышивать, так и заложить. Бердечка. Бердечка и всякое, Бердо казали. Бердо. Так это Бердо, и вот и в станку, и то и для паясового, это все Бердо звали? Да. Да, но то есть такое, вот у меня его нет, не сохранилось. Такая дошечка и ручка, чтобы как доска, чтобы мясо ризать. И прорезаны такие полосочки, и вот так оно вверху, вниз, и получается, как это, вот так вот заходят. А тут, а тут рукою просмыкаешь, вот так вот заходят. А не широкий, а сколько сантиметров пояс был? Да, да сколько, ну может сантиметров шесть, семь, как какие. Кто шире, а кто узкие. А какого цвета? Ну, основа, допустим, была чорная, а нитки разноцветные. Да, пасочки делали любые, какие, и красные, и зеленые. Это уже выбирали мы по цвету, как бы цвет радуги подбирали, как есть. А там они только у пасочки были, с некими такими вот выбиранными узорами, как на станке? Да, пасочками были. Это, вот уже, как покрывала, то уже это руками. Это казали перебиранки, потому что ты руками заложиваешь. Наступишь на понужа, там выйдет вот такие же, как одна вверх, другая вниз, а тут уже руками сколько считаешь, да, перебираешь. А поясы только у пасочки? У пасочки. А не было разницы, там, мужчине, женщине, там, какие пасочки, какого цвета? Нет, это подбирали уже самые женщины, подбирали. Вот это больше там синего, якого зеленого, это уже мужчины. А уже, как и красные, и желтые, всякие, уже разноцветные, это женщины. Даже женщины не подпоясывали, мужчины большинство. А вот шили такие сумки, так тоже надо было ж с полотна пошиють, ну, торбочки называли. С полотна, эту сумку, чтобы было, даже на плечи берут, так, где. Так, сумка такая, торбочка ляная, беленькая, ляная, чисто. И вот тут той пояс уже шепоткали, тут ушки пришивалися, такие. И той пояс, и уже, як куды-небудь, ну, в город, чи в район зайти, то уже ту торбочку так клали. О, тут она бела-беленькая, из полотна, а тут уже этот пояс разноцветный, в пасочке. А не вышивали эту торбочку белую? Як кто, кто крохи вышитые, да уже наверх тою вышитые. Як кто не было, чим ниток таких не было. Молине уже потом появилось сумочки. А великие были эти сумочки? Ну, як сказати, ну, може, ну, у кого якая. У ушки там були пришитые. У кого, у кого була, може, вот такая на ширке, може, сантиметров сорок. Квадратная, да? Ну, чуть нижейша, а довжейшая. По-всякому, всякие були, и квадратные, и разные. А кармашки пришивали там? Нет, так у нас же и сама кармашка вот такая вот примерно. Ого, бей, это мешочок, оно что ж большая. Да, вот тут гладенькая. А кто-нибудь уже и вышитые на полотне, на белом уже наверх. А что вниз, что так попадает до плеч, то уже не вышиваная. Оно тут и сверху вышитые. А до каких-то годов вот так вот эти поясы ткали, вот эти торбочки робили? Это где-то до 60-х годов. А чего перестали? Ну, уже пошло культурнее, уже стали лучше жить. Типы то и люди, да уже в магазинах були, да уже это и закинули. А то ж були и мужикам, и штаны. И... И... И...